Ласты кверху на теле раны. Погибшие животные на песке. Эта смертельная картина никого не может оставить равнодушным. И прошел мимо и заслуженный спасатель России Зевдин Никомагомедов. Именно он и начал бить тревогу, когда стал находить туши тюленей во время своих утренних пробежек. Я каждое утро хожу на физзарядку, на пробежку, на прогулку сюда. Вот недавно обнаружил 9 тюленей. Я ничего не стал писать, но потом в следующий день пошел, обнаружил 17 тюленей. Я потом снял на видео и выложил на своей стороне, на инстаграм. Мертвые тюлени, по словам Зевдина, пролежали на берегу около недели. Теперь же массовая гибель нерпы стал поводом для проверки. Природоохранная прокуратура вместе с учеными выясняют, что же стало причиной смерти почти 20 краснокнижных тюленей. Пока же можно только предполагать. Предварительные причины у нас сейчас основные две. Это загрязнение, попадание сточных вод и отравление среды водной. И основная причина, вообще номер один, то что мы придерживаемся и сейчас проводим анализы, это браконьерские китайские сети типа путанка, в которых тонут тюленя и которых выбросило, получается, в таком количестве из-за штормов. Две недели были шторма. Каспийский тюлень на грани вымирания. По словам ученых, за последние полвека его популяция сократилась с миллиона до 40 тысяч. Инцидент с массовой гибелью Каспийской нерпы происходит уже не в первый раз. Четыре года назад на побережье были найдены почти 300 мертвых тюленей. Тогда установить точную причину трагедии так и не удалось. Я могу десяток теорий сказать, почему они могли быть, но все это надо проверять тонкими лабораторными экспериментами, анализами. Требуются просто серьезные научные исследования этого вопроса. Иначе однозначно ответить на этот вопрос просто невозможно. В скором времени, по словам специалистов, на побережье будут установлены информационные щиты с номерами телефонов, на которые можно звонить при обнаружении мертвых животных. Кроме того, планируется создание интерактивной карты с левосточных вод и организация работы берегового патруля. За состоянием акватории будут также следить волонтеры и студенты экологических факультетов. Чтобы спасти популяцию редких животных, сделать предстоит многое. Ватимат Ханнабова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала.